Это программа Актуальное интервью. Меня зовут Мария Даник. Здравствуйте. Я приветствую гостя студии. Сегодня это депутат Архангельского областного собрания депутатов Михаил Кисляков. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Я вас рада приветствовать в нашей студии. Хочу сказать, что вы на самом деле не очень частый гость даже в период агитационной кампании. На выборах в Архангельское областное собрание вы к нам сюда не часто заходили. Расскажите, с чем это связано? Депутат не может быть человеком непубличным. Безусловно, необходимо появляться. Но такова жизнь. Я всего лишь учусь. Прошло полтора года моей работы депутатом. И, безусловно, я буду активизировать появление на телевидении. Вот буквально две недели назад я давал интервью газете «Архангельск». Она должна выйти вот на днях. Но это в городе Архангельске, безусловно. Также я, как член бюджетного комитета, как представитель парламентской ассоциации коренных молодчисленных народов Севера, я давал интервью и в Цитовкаре, а также в городе Наринмаре, когда мы здесь были. По вопросам, в том числе, и рыбодобычи. Ну, я вас еще раз рада приветствовать в нашей студии. Будем считать, что это хорошая такая традиция сегодня положена. На самом деле, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я наткнулась на такое интересное исследование. Если позволите, я обращусь к нему. Это исследование проводил интернет-журнал «Генеральный директор». И вот в нем приведен рейтинг руководителей российских компаний и предприятий. Почти 3 миллиона руководителей включены в эту статистику. И есть в том числе и вы в этом исследовании. Вот вы сами знаете, что Нейнский округ среди руководителей предприятий рыбы промышленной отрасли занимает четвертое место, а среди директоров предприятий розничной торговли первое. Ну, скажем так, очень приятно это слышать, но, скорее всего, что первое место занимаем в Нижней Пёше. И то вряд ли, поскольку у нас есть потребительские общества, они огромные. А, ну, есть частные компании в городе Наринмаре называть не буду, которые гораздо больше, чем я работаю. Ну, приятно слышать. Спасибо. Ну, в чем секрет? Это секрет работы одного человека или все-таки это коллектив? Ну, это команда. Это ведь рыболовский колхоз – это большая структура. Это и объединение колхозов, это и, скажем так, и люди, которые работают на местах. Безусловно, все стараются друг для друга, и у нас получается. Спасибо вам. Кстати говоря, тема объединения усилий, она сейчас очень сильно актуальна. Вот я, на самом деле, не думала, что мы с вами будем говорить о коронавирусе, которым сейчас просто повержен весь мир и наша страна. Ну, а темы медицины далеки, как я, так и вы. Ну, а тем не менее, что вы думаете по этому поводу? Вот весь мир, мягко говоря, в шоке находится. Коронавирус – это очень серьезно. То же самое, что было об типичной обнимании. И сейчас у нас всех настиг коронавирус. Как вы знаете, президент вчера выступил с этой проблемой, проблематикой пути решения этой проблемы, в том числе поддержка малого предпринимательства и другие решения, объявил о каникулах. Даже, я бы сказал, не о каникулах, а о выходных. Потому что это должны быть длинные выходные, чем более, чем каникулы. Нельзя расслабляться в такой ситуации. Необходимо находиться дома для того, чтобы вместе побороть этот недуг. Безусловно, это еще долго будет проявляться, в том числе и на экономике, мировой экономике в целом, то есть экономике России и Невского автономного круга в том числе. Как вы знаете, по такому сечении обстоятельств это совпало с нефтяным кризисом. И, безусловно, как составляющая, это сильно ударило по нефтегазовому сектору нашей страны. А это основа экономики, по сути дела. К сожалению, мы пока не можем выбраться из моноэкономики. Мы стараемся это делать. Но я думаю, что такие кризисы, они подталкивают нас к тому, что мы развивали другие отрасли. Давайте тогда подробнее поговорим. Вы как раз-таки задели тему, которая очень актуальна для нашего региона, потому что эта тема, тема цены на нефть, становится темой дня для нас. Как известно, наш бюджет на 95% состоит от доходов от добычи нефти. Да, безусловно. В Ненецком округе заложен в бюджет 57 долларов за баррель. Сейчас, как вы знаете, цена упала в более чем в два раза. Я знаю о том, что эти два года, планируют кризис два года, но я думаю, что это и больше, потому что мы никто не знаем, что будет дальше с нефтью, что будет дальше с ценами на энергоносители. И поэтому ситуация предстоит непростая. И нам необходимо, еще раз повторяю, объединить все наши усилия для того, чтобы мы смогли найти правильное решение этой проблемы. Во-первых, в частности, сокращение бюджета. Оно будет. К сожалению, это факт. Что необходимо сделать? Необходимо, в первую очередь, конечно же, сохранить социальную сферу в округе, для того, чтобы не пострадали, во-первых, наши люди, во-вторых, не пострадали наши стройки, не пострадали наши проекты, в том числе и президентские указы, согласно которых выделяются деньги. Порядка 14 миллиардов рублей вообще составляет в доле бюджета, составляет социальная сфера, а не из кофтного округа. Вы должны понимать. То есть, если это 57 долларов, закладываемое, то 25, это получается в половину меньше. Сейчас бюджет 20 миллиардов, а останется только 10. Где изыскивать дополнительные средства? Ну, наверное, знают у нас депутаты окружные, знают власть. Вот я знаю, что в прошлом году Александр Витальевич Сыбульский привлек в бюджет неизко-офтного округа порядка 3,5 миллиардов рублей федеральных. Я уверен, что он сейчас также активно работает в этом направлении для привлечения денежных средств. Но тяжело сейчас всем. И только вместе, благодаря совместным усилиям, мы можем выбраться из этого кризиса. Я считаю, что мы все равно из него выберемся, ну, а остальное покажет время. Тогда еще уточнить хочу. Вот если вспомнить 2015-2016 год для Ненецкого округа, тогда, если мне не изменяет память, цена на них ведь была порядка 40-50 рублей, то есть сейчас она еще ниже. Но и тогда у нас уже пострадал ряд социальных льгот, некоторые были отменены. То есть вы хотите сказать, что ситуация может повториться? Ситуация может быть еще хуже, потому что сейчас 25 долларов, не рубля, а долларов за баррель. Кризисы, они повторяются. 98-й год, 2008-й год, 2011-й год, 2015-й год, 2014-й год, вернее, когда ввели санкции, в том числе, к нам. А сейчас 2020-й год. Мы только-только выкарабкались из кризиса, только-только вложили в экономику округа, я знаю, и в области, вложили значительное средство для того, чтобы мы смогли возобновить производство, во-первых, обновить свой фонд, строить сельские дома культуры, в первую очередь, школы, больницы. И опять кризис. Что делать? Ну, необходимо, в первую очередь, объединить усилия в борьбе за выживаемость. Сейчас стоит вопрос именно так. И этот вопрос стоит везде, в том числе и в собрании, в Архангельском собрании депутатов. Этот вопрос на поездке дня. Вот мы вчера была сессия, состоялась, и пока мер по сокращению не производится, но в краткосрочной перспективе, я знаю, что планируются определенные сокращения. К сожалению, цифру пока сказать не могу, никто этого не знает, потому что ситуация меняется каждый день. Вот мы буквально вчера слышали президента. Вот такие меры, что будет через неделю после каникул, мы с вами пока не знаем. Ну, а вот на ваш взгляд, это как-то связано с коронавирусом? Вся эта ситуация экономическая, которая в стране и в мире. Это совпало. Эти две ситуации, к сожалению, наложились, как всегда. Беда не приходит одна. Значит, это все совпало. Плюс коронавирус, сделка с ОПЕК. Ну, мы, по большому счету, люди смотрящие на эту ситуацию со стороны, мы понимаем всю сложность этой ситуации, но ничего с этим поделать не можем. Что мы можем сделать? Мы можем всего лишь компенсировать эти потери. Каким образом? Мы должны, во-первых, еще раз повторяюсь, мы должны в первую очередь обратить внимание на социальную сферу. Бог с ним, какими-то глобальными вещами, которые мы планируем в будущем. Строительство огромных каких-то объектов и тому подобное. Самое главное — сохранить социальную сферу. Так называемые выплаты людям и так далее, и так далее. Как ее сохранить, если в бюджетах регионов денег недостаточно? Мы об этом уже сейчас с вами проговорили. Федеральный бюджет, на него надежда получается? Да, безусловно. Как я уже повторил, в прошлом году Александр Витальевич привлек 3,5 миллиарда. В этом году, я знаю, что тоже будут привлекаться средства. Но, безусловно, необходимо изыскивать, безусловно, и внутренние, скажем так, резервы, те возможности, которые повлекут за собой, скажем так, сокращение издержек, в первую очередь. Скажем так, кризис 2015-2016 года, в первую очередь, что сделал тогдашний губернатор Григорий Викторович Кошин, он сократил себе зарплату. Мера была, я считаю, прекрасная, но ощутимого эффекта не дала. Это всего лишь больше психологический эффект. Что необходимо? Ну, рассмотреть статьи бюджета, которые не требуют срочных исполнений. Безусловно, и еще раз повторяю, это сохранение нашей социальной сферы. Вот это своего рода как бы рецепт или секрет такой прозвучало с вашей стороны, потому что на самом деле наш разговор стал приобретать такой достаточно тревожный характер, но это даже на самом деле интересно, потому что вы очень уверенно говорите о ситуации. Все-таки, может быть, есть какой-то рецепт выхода из той ситуации, которая сложилась сейчас? Ну, вот у нас, например, есть договор между Архангельской областью и Нильским автономным округом. Он истекает в следующем году, его необходимо пролонгировать. Я считаю, что в 2014 году при его заключении мы и округ, и область во многом выиграли. Каждая сторона, скажем так, получила свои плюсы. Безусловно, есть и минусы этих вещей, но в основном это были плюсы. Безусловно, необходимо этот договор расширять, в договоре необходимо прописывать определенные вещи, которые позволят нам более глубоко интегрироваться друг в друга, так сказать, объединять наши усилия для того, чтобы мы вместе жили лучше. Ведь мы взаимосвязаны как с Архангельской областью, так и с Республикой Коми. И необходимо, я считаю, что всем вместе, всей стране, всем регионам предложить все усилия для того, чтобы преодолеть этот кризис. Вот, если честно, такой неожиданный поворот. Я себе даже пометочки сделала. Я так правильно понимаю, что речь идет об объединении округа и области, о том, чего так не хотели и не хотят жители Ненецкого округа. Ну, этот вопрос, он, скажем так, ведь всплывает давно, и он был и раньше, но в первую очередь об этом должны говорить люди. Я же говорю о том, что необходимо интегрироваться друг в друга, для того, чтобы мы могли лучше жить, выживать в этих условиях. Ведь два года кризиса, это очень много, очень много, что может произойти. И мы должны как с Коми, так и с Архангельском выработать те условия, те меры, которые позволят нам сохранить, во-первых, еще раз повторяю, социальную сферу, социальный статус, сохранить людей. И, во-вторых, объединить наши усилия в борьбе с кризисом. Ну, я думаю, что мы это сможем. Вот вы говорите о том, что должны высказываться граждане, жители. Каким образом? Ну, у нас ведь есть форма, референдум, как вот сейчас у нас конституционная реформа. Если будет такой посыл у людей, только таким образом. Вот если вернуться к вопросу ранее, вы сказали о том, что необходимо расширять договор и прописывать определенные вещи. Есть уже какие-то пункты, которые необходимо включить в этот договор? Ну, например, нужно более активно продвигать, скажем так, такую работу, как медицина. Более активно здесь. Вот я пример свой личный приведу. Я неделю назад чуть больше попытался создать анализы для того, чтобы получить разрешение на вождение автомобиля. Мне справка нужна была. Я в первый кабинет полтора часа простоял. Ну, слишком много для людей. Тем более в тот период, когда есть не только коронавирус, но на Нинесском круге, слава богу, его нет. Но сейчас он получается... Это грипп, это ОРВИ. Ну, и я знаю, что в городе Архангельске такой проблемы нет. Нет, пожалуйста, ты приходишь в любую больницу и проходишь эту медкомиссию без всяких проблем. Полчаса и, ну, полчаса-час нужно только получить две справки от соответствующих органов. А здесь, в Нинесском круге, к сожалению, это так точно не налажено. Вот в этом отношении, это я приверл только пример, в какой медицине, это всего лишь маленькая часть. Большинство жителей Архангельской области и особенно Запад, он лечится и проверяется именно в Архангельске. В Архангельских больницах у нас дети там учатся. У нас учатся там, у нас учатся... У нас там и интеграция вот Запада Нинесского автономного округа, это мы продукты полностью доставляем с Архангельской. У нас сейчас зимних, там существуют тракторные города Мизени, которые поставляют и продукты питания, и топливо, и снабжение, все полностью оттуда. Ну, вот такие примеры. То есть логистика, вот если говорить про поставки, логистика выстроена таким образом, что удобнее. Да, да, да. И интернет у нас идет на Западе округа, он именно с города Мизени сейчас. Ну, а сейчас как выстроены взаимоотношения между областью и округом? Вот вы как депутат, представляющий интересы Нинесского округа в Архангельском областном собрании, какую ведете работу? Сейчас, я еще раз повторяю, сейчас создается рабочая группа. Я просил себя включить, не себя просил, а просил включить, включиться в эту рабочую группу для того, чтобы проработать вопросы этого будущего договора, его условия, безусловно, вот, и дальнейшие тенденции. Но сейчас этот вопрос перестановлен по одной простой причине. Мы сейчас все боремся с двумя явлениями, коронавирус и кризис. Вот и все. Ну, я думаю, что в течение полугода мы с коронавирусом разберемся, с экономикой надо разбираться в течение года, но и в настоящий год уже надо кровь из носа убраться за договор и штудировать его для того, чтобы нам выработать единые позиции. Ну, сроки еще достаточно такие длинные, да, до того, как... Ну, это вам кажется. Ну, тем не менее, ежедневная работа, она ведется. Вот расскажите тогда все-таки, какая работа конкретно вами ведется в Архангельском областном собрании? Вы избраны от Нинецкого округа. Скажите. Ну, я член бюджетного комитета, и, как я уже сказал, мы самый, наверное, влиятельный комитет с точки зрения финансовой, потому что мы утверждаем для сессии бюджет сам, перед нами отчитывается и, скажем, контрольно-счетная палата, и Министерство финансов, и все остальные органы. Мы заслушаем, безусловно, и есть еще чему учиться, потому что я всего лишь полтора года депутат. Это очень сложная работа, но интересная, безусловно, отнимающая много времени. Я депутат на неосвобожденной основе, то есть надо понимать, что я работаю, кроме того еще. Но в том числе эта работа очень интересная, она помогает мне, во-первых, и в своей работе, во взаимодействии, как вот я, своих предвыборных, давайте назовем, лозунги, взаимодействия с органами властей Нинецкого округа, это здорово. Буквально недавно ко мне обратились там учебные учреждения Нинецкого округа для того, чтобы я организовал поездку. Но, к сожалению, в связи с коронавирусом все прекратилось. Мы продолжим эти вопросы. Кроме того, я вхожу как член, как депутат. Меня избрали в Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера. Вот в Тывкаре в середине февраля проходило там очередное заседание. Было много интересных вопросов, касающихся коренных малочисленных народов Севера. Безусловно, я отстаиваю интересы как Нинецкого автономного округа, так и в Архангельской области. Там, например, такой есть пункт места компактного проживания. В Архангельской области по какой-то нелепой случайности нет ни одного места компактного проживания. Хотя я знаю, что там есть и Койда, и Майда, и Долгощели, которые являются прямыми родственниками. Там живут прямые родственники наших оленеводов, которые живут на Канине. И этими вопросами надо заниматься, безусловно, для того, чтобы не оставлять их. А у нас в Архангельской области это такое, скажем так, легкое попустительство. Ну и они говорят, что слава богу, что к нам пришел Нинец, который, в кавычках, безусловно, да, который разбирается в этом вопросе. Ну так. То есть здесь, на территории граждане, как вам могут обратиться по волнующим вопросам? А у меня есть приемная, находится на сопроге на 10. Есть специальный человек, который по пятницам во второй половине дня принимает. Но большинство сейчас, ведь у нас развит интернет, телефон. Большинство людей звонят на телефон. То есть вы на прямом контакте? Есть телефон, пожалуйста, в интернете, в любое время я отвечу. Кроме того, есть электронная почта, как депутата, так и рабочая. Кроме того, у нас в Архангельске есть интересная практика. Вот это мне очень нравится. Мы дежурим, так называемое, дежурство партии. Мы приходим и дежурим в партии для того, чтобы граждане приходили, высказывали свои какие-то проблемы, какие-то свои мнения. И вот поначалу, конечно, трудно было работать, потому что меня никто не знал. Но когда узнали, что я депутат Архангельского собрания, мои знакомые, я тем более учился в городе Архангельске, стали люди приходить со многими проблемами обращаться. И мусорная тема. В основном, конечно, людей очень волнует мусорная тема. Волновал очень, очень волновал ШИЭС. Очень волновал ШИЭС. Сейчас, слава богу, это, словно, второй план. Вот теперь людей волнует, безусловно, такие вопросы, там, дороги, образование, строительство. Кто-то обращается с вопросами, связанными с земельными участками, такие вопросы. Ну, перенаправляем их по адресу. И что, кстати, очень приятно сказать, партия «Единая Россия» очень быстро реагирует. То есть люди мне потом отзываются, говорят, а вот через две недели уже письмо с ответом получили. То есть и они знают, куда двигаться дальше. То есть партия не отодвигается от этих решений, этих проблем. Что мне очень радостно. Вот вы представляете Ненецкий округ на другой территории Вархангельской области. Насколько разнятся или напротив схожи запросы жителей регионов? Вы знаете, что требуется там, да, для комфортной жизни, для полноценной, и что здесь? Насколько отличается? Ну, вот у нас, к сожалению, Ненецкий округ, он оторван от земли, скажем так. У нас есть только зимний, который в этом году в связи с погодой, безусловно, только погода не мешает нам нормально ездить. Я знаю, что в прошлом году был шикарный зимник. В этом году что недель, то метель, что недель, то метель. Сегодня опять метель, опять закрыт. Я подписан на группу в Вайбере и вижу, как там закрывают этот зимник регулярно. Народу, конечно, это очень не нравится, но, к сожалению, у природы нет плохой погоды. Как же природа благодать? В Ненецком округе нет доступности топлива. В Наринмаре есть, в основных регионах, вот на Западе, на Востоке нет доступности. Люди добывают, как хотят. Решить эту проблему пока мы не можем никак. Но какие-то делаются шаги в решении. Да, безусловно, там пытались и 300 литров на человека выделить, на семью выделяют бензин. Но это, скажем так, проблема, которую надо решать как-то более глобально, что ли. Изобрести такую транспортную схему для того, чтобы топливо как можно эффективнее завозить и дешевле завозить именно в регионы. Субсидировать эту вещь невозможно, она акцизная, чтобы понимать. Ну, вот пути решения ищем, ищем. И вот одна из путей решения, я считаю, что надо содержать зимник с мизени до Нижней Пеши, а лучше и до Индики даже. Это что касается нашего региона. Мы, безусловно, понимаем суть затрат этих. Но я думаю, что мы все равно к этому подойдем. Тем более, вот было 100 проектов Александра Витальевича, 100 проектов НАО, так называемые, и первое место занял там содержание зимника мизень-нижний, мизень-неси. Вот, я считаю, отличная тема. И с этого бы надо начать, хочется, какого-то участка. И чем дальше, тем лучше. Ну, а если продолжить, что еще тогда волнует жителей округа? Жителей округа, так же, как жители Архангельска, интересует их личная жизнь. Им хочется жить комфортно, жить в хороших условиях. У нас вот в Нижском округе очень хорошая программа переселения, ветхого жилья, аварийного жилья. В Архангельске тоже она действует, она порой где-то буксует. Сейчас это мусорная проблема. Вот я знаю, что очень многие люди ко мне на селе обращаются, за что мы будем платить деньги. Вот мы сегодня этот пакет мусора, который чуть-чуть сжигали в печке, условно говоря, и ничего не оставалось. А завтра мы за это же, то, что мы сжигаем, мы должны платить деньги. Приходится объяснять, что не все вы должны сжигать. Вы должны передавать батарейки, лампы, что-то еще на утилизацию. За это нужно платить. Нельзя загрязнять природу. В Архангельске стоит точно так же. То же самое людям приходится разъяснять. Это, к сожалению, ну или к радости, часть нашей работы. Ну и если о перспективных планах, которые в вашей работе наверняка намечены, на ближайшее время можно посвятить. Но чем работать будете? Понятно, что сложные экономические условия. Вы как член комитета по бюджету Архангельского областного собрания, наверняка придется сложно. А будем следить за ситуацией, в первую очередь. Мы, со своей точки зрения, мы в бюджетном комитете, безусловно, будем реагировать на многие вещи сейчас. Я знаю, что разрабатывается проект мер, пакет мер для малого предпринимательства, для того, чтобы облегчить вот именно на этот период дополнительно жизнь малым предприятиям, поскольку это вопрос сейчас стоит даже не жизни, а выживаемости. То есть, по большому счету, необходимо выжить в этих непростых условиях. Для этого необходимо дать даже отсрочки или какие-то льготы не на полгода, не на месяц, а на весь срок этого кризиса. Давайте дадим два года отсрочек определенных. Это вы сейчас комментируете выступление главы государства Владимира Владимировича Путина, я так понимаю. Владимир Владимирович нам дал всем задел, для того, чтобы мы и в регионах выработали дополнительный пакет мер по поддержке предпринимательства. Я не говорю про малое, про микро. Надо поддерживать всех, ведь основы экономики это большие предприятия, надо говорить. Но поддерживать надо, в том числе, и малое предпринимательство. Надо поддерживать тех людей, которые могут оказаться сейчас в трудной ситуации, экономической ситуации, прежде всего, поскольку падает и потребительский спрос, падает и покупательская способность, соответственно, на это надо соответствующим образом реагировать. Есть там пакет мер определенный, выработанный. Это и обнуление ставки на аренду муниципального имущества, это и обнуление ставки по земле, это и снижение. Сейчас я знаю, что мы разрабатываем снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. Все это впереди, но я считаю, что потребуется, скорее всего, потребуется еще больше. Потому что, чтобы локализовать кризис, чтобы его преодолеть, нужны общие срочные меры. Ну вот, хорошо, вы сказали по предпринимательству. Какие еще меры, может быть, можно назвать, которые помогут в этой ситуации? Она касается абсолютно каждого, безусловно. Ну, в Архангельске сейчас есть такое предприятие по микрофинансированию. Там дополнительно дофинансировали микрофинансирование, то есть малый бизнес, малый и микробизнес может прийти и взять кредит по очень льготной ставке, там порядка 0,5%. Сейчас вырабатывается, ведь многие арендуют коммерческие площади, сейчас вырабатывается пакет, не пакет, а договоренности, определенные с собственниками этих коммерческих помещений для того, чтобы снизить или обнулить на какое-то время, на месяц, на два срок аренды, сумму аренды. То есть вот такие меры. Ну и плюсом еще дополнительно, конечно же, это сохранение, но в первую очередь нужно сохранять рабочие места, о чем говорит президент. Ну и вот еще бы хотелось с вами поговорить на такую тему, как реализация национальных проектов и вот послание президента, цели и задачи, которые были поставлены, на ваш взгляд, в этих экономических условиях реально их воплотить в жизнь? Безусловно, какие-то проекты будут отодвигаться, безусловно. Это реалии, они отодвигались у нас и в нормальных экономических условиях, тем более для нас, для северян, на севере, где очень трудно с логистикой, где, предположим, сегодня ты по дороге можно кирпич завести, а по морю ты можешь завести до определенного момента. По запрошлому году море открыто было до 1 ноября, а в этом году 1 октября закрылось, ничего не завезешь. То есть как его реализовывать? По воздуху же не можешь кирпич заставлять, правильно? То есть это накладывает отпечаток на реализацию. Но, безусловно, важнейшая приоритетная программа, которая это строительство школ, садиков, больниц, там ФАПы у нас должны быть мобильные сделаны, да, я знаю, конкурс проведен, это все будет реализовано, потому что вот в Индии сейчас школы будут запускаться с 1 апреля. Здорово. Я вас благодарю за участие в эфире, Михаил Леонидович. Я думаю, что наш эфир был очень наполнен и достаточно неожидан, если честно, признаться так. Приходите еще. Спасибо вам большое. Всего вам здоровья, счастья. Берегите себя. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова